Добрый вечер, уважаемые слушатели. И у нас есть слушатели по вебинару, есть слушатели, которые очно со мной здесь присутствуют. Я рада всех приветствовать. И сегодня у нас вебинар, который посвящен секретам для руководителя. Зовут меня Шульга Елена Александровна. Я практик, бизнес-тренер, сертифицированный executive coach. И опыт работы как руководитель у меня уже больше 20 лет. Поэтому основная задача поделиться с вами определенными секретами, дабы не наступать на одни и те же грабли. Если есть такая возможность узнать те места, где они стоят, я думаю, что это было бы полезно. Итак, какова же у нас программа вебинара? В первую очередь я бы хотела поговорить о компетенциях руководителя и провести самодиагностику. То есть в первую очередь, конечно, это вы проведете самодиагностику. Поговорим об управленческих культурах. Есть ли идеал? Постараемся ответить на этот вопрос. И третий пункт – это стили руководства. Нужно ли их менять? И если нужно, то когда? Возможно, если все хорошо. Если все хорошо работает, все процессы заведены, может быть, и не стоит менять. Итак, вот скажите, пожалуйста, как вам кажется? Да, можете в чате писать, чем отличается руководитель от исполнителя. Задачи дает. Угу. Какой начальник? Начальник – это человек, который приходит на работу вовремя в тот день, когда вы опаздываете, и опаздывает в те дни, когда вы приходите вовремя. Да, у руководителей есть такое понятие, как интуиция. Вот порой хороший руководитель, уже опытный, действительно находит все слабые места. В контексте, то, о чем я хотела бы поговорить, руководитель от исполнителя отличается чем? Что кто производит, тот не управляет. То есть исполнители, они не управляют. А кто управляет, тот не производит. И если мы возьмем, разберем слово руководитель, то и спросить маленького ребенка, кто же такой руководитель? Ну, если ребенок уже учится в начальной школе, он может разобрать это слово по частям, да? Руководитель руками водит. То есть это все-таки управленец, это человек, который выполняет определенные функции. И вы знаете, в связи с этим накладывает на руководителя высокую ответственность и обязывает влезти определенную истину. И истина такая – управлять, значит, приводить к успеху других. Возможно, это провокационная сейчас фраза. При этом, знаете, когда берешь на работу, проводишь собеседование именно с человеком, который позиционирует себя руководителем, практически все HR-ы задают один вопрос, особенно в крупных компаниях. Какая у вас история успеха как руководителя? И очень важно понимать, если руководитель будет транслировать такие моменты, как «я вот это сделал», «я вот здесь добился» и постоянно говорить «я, я, я» и не говорит «местоимение мы», это очень сильно ставит вопрос, а где же его команда? Потому что за руководителем действительно стоит команда, которую он направляет. И успешность руководителя – это действительно те люди, которые работают именно под ним, как его подчиненные. А смог ли он добиться успеха какими-то людьми? То есть вот есть ли у вас сейчас, вы просто задумайтесь, я сейчас говорю именно о действующих руководителях, есть ли у вас такая история успеха? То есть есть ли у вас пример, когда вы взяли человека, возможно, после университета, или совсем без опыта работы и через какое-то время этот человек стал расти в карьере. И, возможно, он даже не работает уже с вами. Не всегда у нас есть возможность в нашей компании развиваться карьерно. Возможно, этот человек ушел, но он добился успеха именно благодаря вам, что вы в какое-то время взяли его под свое крыло и, соответственно, развивали. Так, чтобы он добился успеха. Вот есть ли у вас такие примеры? Если есть, я на самом деле рада за вас. И если этого нет, то поставьте себе это как за задачу. Потому что по определению руководитель – это сотрудник, который не выполняет работу сам, а добивается ее выполнения другими. Это ключевой как раз фактор отличия руководителя от рядового сотрудника. Потому что тот, кто все делает сам, это исполнитель. И сразу же встает вопрос. Молодые руководители еще без опыта работы очень часто попадают в ловушку. Ловушку отсутствия делегирования. В нашей стране, к сожалению, очень часто руководители становятся не потому, что они имеют образование, и даже не потому, что у них очень хорошие компетенции как руководителя. По большей части выглядит это так. Есть хороший исполнитель, отличный исполнитель. И далеко не всегда в компании есть такая возможность расти карьерно, например, горизонтально. В советские времена было такое. Есть какой-то исполнитель, например, третьего разряда, потом второго разряда, потом первого разряда. То есть он растет по горизонтали. В настоящий момент, если это не производственный цикл, практически везде выглядит таким образом. Если ты очень хороший исполнитель, тебе через какое-то время, дабы зафиксировать вас, повысить вам зарплату, например, хочет очень сильно компанию вас оставить на этом месте, сохранить в компании, тогда предлагает вам вышестоящий пост. Человек, который, в общем-то, не имеет компетенции руководителя, он прекрасный исполнитель. Его, получается, ставят над людьми и его задача руководить. Но при этом он не знает, как это делать. Хорошо, если у него был пример руководителя, с которым он бы мог это считать. Компетенции определенные, навыки, какие-то поведенческие навыки, как разруливать конфликты, например, как делегировать. И очень часто возникает такая ситуация, поскольку этот вебинар подразумевает такой интерес со стороны вас к курсу руководителя структурного подразделения. Это базовое, самый первый руководитель структурного подразделения. Очень часто как раз на этот курс приходят люди, которых только поставили, поставили полгода назад на эту позицию, и они, получается, загнаны в угол. Они боятся порой, вот особенно в IT-сфере, я с этим постоянно сталкиваюсь, проблематика такая, что не могут делегировать. Они не знают, как дать правильное задание, чтобы оно было выполнено. Такой страх. Я же хороший исполнитель, я это сам быстрее сделаю. И получается, любой руководитель работает у нас вместо 8 часов по 12 часов. То есть он 8 часов делает какую-то исполнительскую работу свою, да, и какие-то задачи от вышестоящего руководства, а потом, когда все уйдут, он собирает все ошибки, собирает аналитику, понимает, что он, его подразделение, например, с чем-то не справляется, и поскольку он хороший исполнитель, что он делает? Он берет эту работу, поскольку компетенции достаточно как исполнитель, и продолжает это дальше делать. Поэтому самая тяжелая позиция – это как раз руководитель структурного подразделения. Особенно, если не было какого-то старта, не было наставника, который бы взял за ручку, можно сказать, и провел по всем тем компетенциям, которые нужны, по всем тем навыкам. Поэтому действительно огромная просьба. После сегодняшнего вебинара, когда вы поймете, каких вам компетенций не хватает, а может быть, у кого-то вообще все компетенции достаточно, и вы будете понимать, что вы на правильном пути, и это тоже хорошо, обязательно подумайте, что вам нужно развивать, и какие шаги вы можете сделать для того, чтобы это развить. Потому что поймите, если у вас есть хорошие навыки, руководители, есть хотя бы знания для начала, то вы в состоянии приводить к успеху других, вы будете отличным руководителем, за которым пойдут все те люди, которые находятся у вас в подчинении. Итак, давайте с вами посмотрим, чем же должен обладать руководитель. Многие из вас, особенно кто был у меня на курсах, например, я часто начинаю любой курс именно с колеса баланса. Я попрошу сейчас очень быстро на любом листике бумаги нарисовать такое колесо, такой круг, и разделить его на 8 частей. И вот давайте с вами подумаем, какие, то есть чем должен обладать руководитель. И вот каждый из этих сегментов нужно поместить в какую-то компетенцию. Это может быть личностная компетенция, это может быть профессиональная компетенция. И это моя подсказка, должно быть и то, и то. Напишите это, и я вам сделаю некую подсказку, как пример, какие же, чем должен обладать, какие же компетенции должны быть у руководителя. Ну вот как пример, одно из колес какого-то руководителя, посмотрите, какие компетенции. Управление временем. С тайм-менеджментом сплошь и ряда встречаются даже руководители высшего звена, учредители, и совсем не могут управлять временем. Пытаются либо сделать все одновременно, понимая, что это нереально, и тем более нереально для него, для его компетенции, и требуют, опять же, ставят нереалистичные цели своим подчиненным. Тем самым постоянно дедлайн не выполняется. Отношения с топ-менеджерами, то есть для руководителя структурного подразделения или среднего звена архиважно уметь выстраивать отношения с топ-менеджерами, потому что если вы хотите вырасти в карьере, то так или иначе вы должны очень хорошо коммуницировать, продуманно коммуницировать, эффективно для того, чтобы вас заметили. Мотивация сотрудников тоже очень такой важный момент, и в курсе руководителя структурного подразделения это целый модуль. Хотя я могу сказать, что есть и отдельный курс мотивации персонала, и я рекомендую обратить на это внимание, потому что особенно в условиях кризиса очень важно понимать, а как ты, как руководитель структурного подразделения, можешь мотивировать своих людей. Причем я сейчас говорю не о материальной мотивации, потому что денежный формат по большей части относится к топ-менеджерскому составу. То есть только учредитель, только генеральный директор или совет директоров может принять решение, например, о повышении зарплаты или о повышении премиальной части. А вот как мотивировать сотрудников каждый день? Вы знаете, сюда же входит, например, мотивационная обратная связь. Умеете ли вы ее давать? Можете ли вы так конструктивно, как русские говорят, я отчитал подчиненного? Вот попробуйте так отчитать. Есть ли у вас такие навыки, чтобы человек не просто с понурой головой пошел, что я неудачник, и я с чем-то не справился, а бежал от вас с радостью, что у него замечательный руководитель, и он сейчас все исправит, и он больше на эти грабли наступать не будет? Есть ли у вас такие навыки? Профессиональное развитие обучения. Вы знаете, несмотря на то, что я в бизнесе, на сегодняшний момент я действительно руководитель, и в подчинении у меня, конечно, не в прямом, а в общем и целом порядка 300 человек, профессиональное развитие не заканчиваю никогда. Я призываю каждого руководителя выделять себе обязательно время на то, что вы читаете, учитесь, потому что даже если вы порой слышите какие-то знакомые, знакомые темы, и кажется, я это знаю, но при этом знать и делать это разные вещи. Когда-то мой преподаватель по-английскому говорил такую фразу «Повторение мать мучения». Вот порой три раза послушаешь, только на третий раз ты понимаешь, что точно, теперь я готов это делать. Вот какая-то мотивация включается для того, чтобы это начать делать. Работа с информацией. Это и почта. Как работать, в общем-то, с любыми документами. Это тоже мы разбираем на курсе. Делегирование полномочий. Шикарная тема, я с нее тоже сегодня начала как раз, потому что очень важно понимать, что мы можем делегировать, чего мы точно не можем делегировать, и существуют определенные инструменты. Никакого секрета, в общем-то, нет. При этом очень важно, что в курсе вы получите именно структурированную информацию и сразу же отпрактикуете. То есть у вас будет возможность полностью уже во время курса начать руководить людьми по-другому. Только очень большая просьба. Как только начнете руководить по-другому, делайте это планомерно, потому что, когда вы меняете стиль поведения, очень резко ваши подчиненные находятся в стрессе. Вы представляете, да, вот если видели всегда сурового начальника, который вот заходит, максимум букнет чего-то, а то вдруг заходит и начинает совсем не здороваться, улыбаться, спрашивать, как дела, а у меня такое в практике было, то подчиненные вообще не знают, как реагировать на такого руководителя, потому что это кардинальные вещи. Поэтому у меня просьба так вот постепенно начинайте что-то внедрять, то, что именно вы можете внедрять. Работа и отношения с клиентами, причем не только с внешними клиентами, но и с внутренними, да, любой руководитель структурного подразделения, он в любом случае будет завязан на соседних отделах каких-то, то есть на руководителях других каких-то подразделений. И тоже, как выстроить, как проводить эффективные переговоры, как проводить эффективные какие-то мероприятия, планерки, собрания, это тоже архиважно. Ну и результативность достижения цели, насколько вы целеустремленны. Этот вопрос тоже очень часто задают именно на собеседовании любому руководителю. И у каждого руководителя должен быть пример, потому что даже если вы скажете «я целеустремленен», чем докажете? Это один из вариантов того колеса. Я надеюсь, что вы какие-то вещи себе, не обязательно прям все это колесо переписывать себе, какие-то вещи, которые вам кажутся архиважны. Вот вам еще один вариант, какое колесо компетенции может быть. Ну вот лидерство. Важный пункт. А как вам кажется, а можно ли лидерство воспитать? Вот лидером рождаются или становятся? Лидером становятся. Так, еще варианты. Можно воспитать. Да, вы знаете, такой сложный вопрос, но в общем и целом, конечно, есть лидер от природы. Вот он родился и прям уже в роддоме лидер. Есть люди, которые больше именно менеджеры, больше руководители. При этом в любом случае можно воспитать в себе лидерские качества. Конечно, тех, у кого у природы это качество есть, гораздо проще. Но мое наблюдение выглядит таким образом, что лидеры и менеджеры, то есть лидеры, харизматичные люди, которые ведут за собой, и менеджеры, кто методично, система может, соответственно, руководить людьми. Это две половинки. И важно, чтобы у вас были компетенции и лидерские, и менеджерские. Введение отчетности, например, для кого-то важно. Да, аналитические способности, особенно если у вас какой-то отдел подразумевает постоянную аналитику. Экспертные знания, коммуникативные навыки, видите, управленческие навыки, командные навыки, публичные выступления. И важно иметь такие навыки, как публичное выступление. Мы действительно, по большей части, публичное выступление, это может быть что? Это может быть выступление перед учредителями. Это может быть выступление перед вышестоящим, там, топ-менеджерским составом. Это может быть просто ведение планерок, когда вы проводите определенную презентацию, например, какого-то проекта. Или вам нужно уговорить, соответственно, ваших людей, например, выйти после работы и поработать, причем желательно бесплатно. Бывают такие моменты? Не бывает? Как хорошо, что не бывает. И вот еще вам одно вариант колеса – это коммуникация, результаты, управление в условиях перемен, стратегическое планирование, работа с потребителями, развитие команды, рискованное предприятие, принятие решений. У каждого руководителя свое колесо. И что я вас сейчас попрошу сделать? Я попрошу как раз выделить, вот как вот сейчас изображено, вы видите, что есть, это не чистое такое колесо, не круглое, а вот есть определенные сегменты. Вот я сейчас вернусь вот сюда, вы видите, например, на зеленом фоне лидерство, на десятку, аналитические способности на десятку, управленческие науки на десятку. Вот возьмите в своем колесе сейчас по шкале от 1 до 10 и оцените сами себя, насколько развиты у вас эти компетенции. То есть единичка – это прям совсем не развито, десятка – это суперразвито, и вам развивать эту компетенцию не нужно. А потом вот так вот сегментарно и выделите. И давайте посмотрим, что же у вас за колесо получится. Является ли это колесом? Вот то, что сейчас на экране, явно видно, что это не колесо. Оно явно не круглое. И что же важно сделать? Поскольку колесо не круглое, то, конечно, оно не сбалансировано. И ездить на спущенном колесе или к треугольному, или квадратному явно неудобно. Это как минимум. А еще это однозначно будет влиять на те вещи, которые находятся рядом, то есть на другие компетенции. Поскольку компетенции руководителя обычно взаимозависимы, и посмотрите, пожалуйста, опять же, на свое колесо, и найдите один какой-то сегмент, которым, если вы начнете заниматься, то есть вы начнете работать над ним, то еще другие компетенции улучшатся. Вот, если вернуться, то посмотрим вот на этот пример. Если вот в этом примере руководитель начнет работать над, коммуникациями, то есть улучшить навыки коммуникации, то на что это еще повлияет? Повлияет на работу с потребителями однозначно. Да? Это повлияет на развитие команды тоже однозначно. Если будет команда развиваться, соответственно, на результаты повлияет. Соответственно, еще повлияет на управление в условиях перемен. И в принятии решения, возможно, тоже, потому что любой руководитель, принимая решение, он основывается на какой-то аналитике. Если он не умеет коммуницировать или имеет определенную узкую метапрограмму, то есть это угол зрения, например, человек, который больше такой скептик, да, руководитель, то, соответственно, он не будет видеть то хорошее, что есть. Соответственно, без коммуникации у него будет несколько картинка однобокая. И когда вы выберете тот сегмент, который вам нужно, вот один сегмент выберите, которым вы будете заниматься, и он еще улучшит еще какие-то сегменты. Как только выберете, поставьте там себе стрелочку, вот тянущуюся в десятки, и напишите три шага, самые простые шага, которые вы в состоянии сделать для того, чтобы улучшить ситуацию в этом сегменте. Грубо говоря, вам нужно скруглить это колесо. Я надеюсь, что вы это сделали. И какие же главные задачи руководителя? На самом деле есть пять классических функций руководителя. Сформулировал эти классические функции один из основоположников научной теории менеджмента, Анри Фаёль, еще в 1916 году. Это планирование, организация, руководство, координация и контроль. Анри Фаёль более 30 лет управлял горно-металлургическим синдикатом вместе с Тейлором и Фордом, но еще и другие специалисты, создал научную теорию управления. И на самом деле, несмотря на то, что это было 100 лет назад, придумано сейчас, это тоже актуально. Но вот в современном мире выделили теперь 4 классические функции. Это планирование, организация, мотивация и контроль. Вы знаете, посмотрите в свои планининги, посмотрите в свои ежедневники. И действительно, сколько времени у вас идет на планирование. То есть это время, когда вы ничего другого не делаете. Вы планируете рабочий день, вы планируете какой-то проект, вы планируете рабочую неделю, месяц, в зависимости от ваших компетенций, что вам необходимо от ваших задач. Когда вы организовываете? Какие мероприятия вы делаете для того, чтобы организовать? Когда вы мотивируете людей? Со скольки до скольки? Как бы не, может быть, так невызывающе это звучало, что мотивируется скольки до скольки, но есть определенные правила, и мы должны делать мотивацию, да, мы должны проверять эту мотивацию людей, когда вы контролируете. Потому что это определенный цикл. То есть когда мы запланировали, мы можем организовать этот процесс. Когда мы организовали, важно проверить мотивацию сотрудников. И когда мы их промотивировали или проверили, что у них все хорошо, они готовы действовать, тогда мы их можем потом же впоследствии контролировать. И, соответственно, это цикл. После контроля опять у нас планирование, организация, мотивация и контроль. И вот какие же есть секреты в мастерстве руководителя? Вы знаете, помимо тех четырех классических функций, есть еще, о которых по большей части руководители забывают. Особенно молодые руководители, которые только-только стали на стезю руководства. Понятно, что для руководителя структурного подразделения в основном это оперативное управление. При этом, если вы хотите быть действительно талантливым руководителем, действительно хотите быть мастером своего дела, важно несколько расширить свой взгляд. И в мастерство руководителя входят еще четыре таких пункта, как видение, миссия, лидерство и ответственность. Что такое видение? Знаете, видение все очень просто. Это вот четкое, убедительное изложение вашего представления о том, как будет выглядеть группа или организация в будущем. То есть вы можете ответить на вопрос, как вы узнаете, что достигли поставленной цели. Как узнают ваши подчиненные, что вы достигли поставленной цели? Когда нет видения, люди работают гораздо менее эффективно. Они не знают, куда идти. Понимаете, практически большинство линейных сотрудников, тип мотивации такой, что им важна стабильность. Они приходят работать за определенные денежные вознаграждения, оклад. Им важно, чтобы это предприятие было на плаву. И если мы не показываем нашим сотрудникам видение, куда движется предприятие, даже если это линейные сотрудники, ну, давайте возьмем самый типовой охранники. Казалось бы, ну, какая разница, в какой компании они работают? Но для многих тех же охранников имеет значение, что они не будут менять место работы, что они смогут доработать, например, на это предприятие до пенсии. И когда у них нет этого видения, начинается страх. Страх, а вдруг предприятие как-то вот не выдержит кризис? А вдруг меня уволят? А вдруг еще там что-то происходит? А мне тогда нечем будет кормить детей? А мне нечем будет платить за квартиру? И вот этот страх приводит к тому, что люди, вместо того, чтобы качественно работать, они думают в этот момент о страхе. Как с этим справиться? Не может голова человека думать о хорошем и плохом одновременно. Наша задача как руководителей, посредством видения, показать, что все хорошо, но даже если не все хорошо, в любом случае показать альтернативу, что руководство компании, видение такое-то, такое-то, что задача сохранить это предприятие, задача, чтобы, да, сейчас, например, тяжелые времена и так далее. И вот когда мы говорим о видении, еще и плюс миссия, обычно вот здесь требуется навыки ораторского мастерства руководителя. Нужно не просто сказать, что, ребят, все хорошо. Конечно, в каком-то моменте и даже вот этой фразы будет достаточно, но порой важно показать видение, куда все-таки, да, чем будет заниматься предприятие, например, через 30-40 лет. Для многих очень важно понимать вот это видение. Это не нужно делать часто, да, это не каждый день эта работа делается, но эту работу тоже важно очень проводить. Какой еще секрет? Знаете, у многих предприятий есть миссия, у многих, особенно у крупных. И она даже где-то написана на плакатах, на сайте. И практика такова, когда спрашивают, какая у вас миссия, а никто не может сказать. То есть много умов, сидели, придумывали эту миссию, и при этом люди об этом не знают. Вы знаете, миссию нужно трактовать простым человеческим языком. Я сейчас не говорю о том, что написано на плакате. Вот вы, как руководители структурных подразделений, должны обозначить, какова цель организации, то есть в глобальном масштабе для чего, да, в чем суть этого бизнеса, кому это еще полезно. То есть если, например, у вас предприятие по изготовлению резин, для каких-то тракторов, да, для сельского хозяйства, то люди должны понимать. Вы знаете, насколько эффективнее работает простой рабочий класс? Я сейчас даже просто, вот, о простых исполнителях. Когда руководитель, например, того же завода или руководитель структурного подразделения, какой-то начальник цеха у них на производстве, говорит и проводит статистику, что, например, там, 90% или, там, не знаю, 30% тракторов ездят на наши резины. И это ваша миссия, да, это именно из-за того, что вы так хорошо работали, да, вот такое вот, что мы там приросли на какой-то процент, что на сегодняшний момент мы занимаем вот такие вот позиции. С одной стороны, многие руководители говорят, да зачем им это нужно, вот им зарплату платят и все. Очень часто они ошибаются. Очень часто ошибаются. Насколько люди гордятся, даже обычные исполнители своей компании, даже если она очень маленькая, но она в своем сегменте, да, например, лучшая, лучшая по качеству, может быть, не по количеству, но лучшая по качеству. А может быть, еще у нее какие-то уникальные есть продукты, и они понимают, что предстоит сделать для того, чтобы эта компания поднялась, да, каковы сроки, к какому сроку это все. Они же заняты в этот момент. И в чем заключается вот эта ценность бизнеса? Для чего? Кому еще это полезно? Вот не только ему, что он там что-то делает руками или головой, а кому еще полезно? Лидерство. Знаете, вот я солидарна вот с таким выражением, что лидерство – это способность привлекать и сохранять талантливых и квалифицированных людей. Потому что купить, например, за деньги – это не про лидерство. То есть если в вашей компании хорошая зарплата, выше рынка, то в общем и целом захватить какого-то квалифицированного работника особого труда не… Ну, что, перекупили. Тут сам руководитель никакого лидерства не знает. А вот попробуйте привлечь людей к себе, понимаете, как к руководителю, чтобы у вас была такая слава в вашей индустрии, что именно к вам хотелось. К вам в отдел хотелось попасть, в ваш департамент хотелось попасть, чтобы из других отделов просто вот спали и видели, как хорошо вот с таким начальником. Вот у них вот такой начальник. Да, я тоже там хочу работать. Поэтому вот у нас у русских еще есть такой пункт, как справедливость. Очень тяжело переводится. То есть объяснить, например, европейцам, что такое по-русски справедливость. Я сейчас не про дословный перевод, а вот что за этим стоит, очень-очень тяжело. При этом практически большинство подчиненных на лидера руководителя говорят, что он справедливый. И говорят, ну да, он и пругает, если что, но он и похвалит, если что. Это вот действительно у лидера есть вот эта возможность и вот такая компетенция создавать среду, которая способствует личностному росту и росту организации, то есть личностному росту каждого сотрудника. Ведь если мы сейчас вспомним хороших руководителей, даже говорить об армии, то полководцы, которые известны на весь мир, они же знали своих солдат и имена. А тем более руководитель структурного подразделения. Ну вот чем не секрет-то? А нужно порой просто коммуницировать, проявить вот это лидерство и, конечно, стремиться к улучшению постоянно меняющейся среды. Руководителю застыть в одном месте и сказать «Вау, у меня все хорошо» практически невозможно. У нас так быстро все меняется за окном, что то, что вы сегодня выстроили, то это вовсе не означает, что завтра все это выстроенное не сможет тоже работать так же, как и сегодня. Слишком быстро все меняется. И каковы законы долговечности в бизнесе? Ну, в первую очередь, я бы хотела говорить именно о лидерстве, потому что это один из самых важных компонентов эффективного менеджмента. Вы должны как раз создавать все, что было на прошлом слайде и ту среду, и сохранять, соответственно, и привлекать талантливых людей. Важно лидеру фокусироваться только на том, что сможет сам контролировать. Очень часто огромное количество отчетов, и они сыпятся с утра до ночи, и руководитель просто с ними никак не может справиться. При этом все равно просит, чтобы эти отчеты были. Зачем? Ну, если ты их даже не читаешь. Если ты не можешь это контролировать, зачем ты проще это делать? Важно фокусироваться только на том, что действительно ты можешь контролировать и дать обратную связь. Потому что хуже нет. Представьте, вы раз не дали обратную связь, два не дали обратную связь, да, по какому-то отчету. Что будет чувствовать подчиненный? Роднодушие. Что все равно руководителю. Я присылаю отчеты, мне все равно. И это самое страшное, потому что огромное количество экспериментов ставилось, что если мы даем какую-то реакцию, например, похвала, да, это положительная какая-то эмоция, либо мы поругали, да, отрицательная эмоция, но мы обратили внимание на человека, мы даем какую-то обратную связь. А когда мы равнодушны, это самое, наверное, тяжелое с точки зрения психологии для человека. Поэтому вот возьмите, есть такое понятие, как принцип Паретта, принцип такой, да, 80 на 20. 20% дел приносит 80% результата. Поэтому если говорить об отчетности, вот и сформируйте ее по принципу Паретта. То есть что из всех отчетов, которые вам присылают, например, самое важное, то есть на что вы можете повлиять быстро, что из тех цифр, которые вы видите, приносит 80% результата. И еще такой важный момент. Не путайте активность с результативностью. Очень часто подчиненные говорят, ну мы же работали, мы же старались. Говорят, говорят. Поэтому просто работать, такой формат общения по большей части не устроит никого. Поэтому смотрим на результат. Человек – очень сложный организм, и некоторые из людей очень хорошие манипуляторы. Они могут играть в жертву, такую роль на себя надеяться, что вот все ему чего-то не додают, и поэтому он там чего-то не успел, но он же работал, он же старался. Вот важно все-таки измерять то, что имеет значение, причем последовательно. Регулярность во всем, регулярное планирование, регулярная организация, регулярная мотивация, регулярный контроль даст вам поистине огромный такой, огромную форму для того, чтобы быть самым лучшим руководителем. И я бы хотела перейти к управленческим культурам, но давайте с вами поисследуем с точки зрения того, что мы можем транслировать нашим подчиненным требовательности и поддержку, то, что сразу видно. То есть если пронаблюдать за руководителем один день, в общем-то как раз можно определить, в каком квадранте он. То есть высокая требовательность и, например, высокая поддержка, квадрант А. То есть вы как руководитель транслируете и требовательность высокую, и при этом у вас высокая поддержка. Бывает квадрат Б, когда вы требовательны, при этом низкая поддержка. Бывает высокая поддержка, соответственно, квадрант С, и квадрант Д, когда низкая поддержка, низкая требовательность. В зависимости от того, в каком квадранте вы находитесь, будет понятно, соответственно, какая у вас управленческая культура. Если вот сейчас простыми словами, да, для понимания. Итак, если вы в квадранте D, слово default, это дефолт для всех. Это некое безразличие руководителей и работников, потому что это низкий уровень требовательности, да, и низкая поддержка. В таком квадранте руководитель может находиться недолгое время. Я в своей практике могу сказать, что видела людей в квадранте D, я имею в виду руководителей, обычно в состоянии глубокого стресса, даже депрессии, например, когда предприятие, можно сказать, на глазах гибнет, да, или там его пытается перепродать, или сам руководитель уже, как говорят, лыжа навострилась, собирается куда-то уходить, и поэтому он транслирует вот такое вот, некое безразличие, да. Если в C, то это стресс для руководителя, или, как называют, мать Тереза. То есть очень много поддержки, но при этом мало требовательности. Если это B, то это стресс для подчиненных, то есть когда руководитель как раз требовательный, такой авторитарный, но при этом мало поддерживает. И A – это, конечно, идеал. У нас коллеги есть, которые написали, что A. Давайте проверим, действительно ли вот в тех цифрах, которые сейчас, да, я же не расшифровывала, что есть высокая поддержка или низкая поддержка и требовательность. Итак, что есть высокая поддержка? Это когда руководитель в состоянии провести тренинг, лично сам. Что есть тренинг? Это передача навыков, да, или как наставничество. То есть вот представьте, вас поставили новым руководителем. И если ваш непосредственный руководитель смог вам показать, например, есть такое понятие, мы разбираем на курсе руководитель структурного поведения вообще принцип полевого тренинга. Полевой – это значит, вот ты здесь и сейчас показываешь, не просто какую-то инструкцию даешь к применению, да, ты сам можешь показать. К примеру, как происходит тренинг, вот когда мы учим своих детей кушать ножом и вилкой, да, как мы это делаем? Мы показываем сами. Вот смотри, ты берешь нож в правую руку, да, вилку в левую и отрезаешь маленький кусочек. А теперь давай сам. И мы в этот момент не отходим от человека, мы не отходим от ребенка. Почему-то очень часто руководители делают здесь ошибку. А секрет-то очень прост. Довести все дело до конца. То есть если ты показал, ты должен еще и проконтролировать, посмотреть, сейчас же посмотреть, как подчиненный за тобой повторил. У нас обычно выглядит так. Так, смотри, как делать. То есть начало прекрасное. Смотри, как делать. Увидел, понял? Понял. Ну все, делай. И все, и ушел. А потом удивляемся ему. Как так? Почему наш подчиненный не сделал? Я же ему показал. Так ты же опять не дождался результата и не дал ему обратную связь. Как ему понять, что он сделал так же? У него пускаются руки. Мотивации нет. Я так не справлюсь. Он тем более сравнивает себя с руководителем, да, у которого, например, компетенция очень высокая. То есть это относится к поддержке. Только представьте, когда ваш такой руководитель, он пришли на новую позицию, вас взял руководитель, можно сказать, за руку, да, и показал сам. И не просто показал, но и терпеливо дождался, когда вы сделаете, повторите нечто, да, какой-то алгоритм действий, дал обратную связь развивающую, мотивирующую, что тебе действительно хочется дальше работать. Я вас уверяю, если вы будете на новичков, да, вот на тех людей, которых вам нужно развивать, показывать какие-то компетенции, которые у вас, и навыки, да, которые у вас есть, вложив в новичка, который только пришел к вам на работу, или только, например, стал руководителем, то есть вы из исполнителя поставили руководитель, или над вами такой руководитель, вы за неделю уже превратитесь, ну, практически в орла из маленького птенца. Ведь на самом деле это же, это инвестиция именно вот в развитие людей, она дорогого стоит. Весь секрет. Просто начните это делать, и все. Второе. Высокую поддержку относится к коучинг. Многие до сих пор не совсем понимают, что это такое. И вот тренинг, он очень хорошо подходит для новичков, когда нужно показать какие-то навыки. А вот коучинг – это уже для тех людей, это для развития людей, которые сами уже звезды, которые имеют свои какие-то компетенции, но так или иначе вы должны какую-то добавленную стоимость. Зачем вы профессионалы? Просто подумайте. Вот у вас есть под вами суперпрофессионалы. И вот какую добавленную стоимость, за что они должны вас ценить? Коучинг – это определенная беседа посредством вопросов, когда вы действительно с человеком беседуете и выводите его вопросами на острое желание, например, обучаться еще чему-то, потому что практически все сталкиваются с тем, что компетентные сотрудники, эксперты, их не заставишь учиться, и они застревают в какой-то компетенции, а рынок развивается, и человек, помнишь, что он пять лет получил какой-то диплом, подтвердил какой-то статус, а сейчас это уже не настолько востребовано, что нужно учиться дальше. И вот только коучингу можно как раз вывести на это. Управление профессионалами – это только в стиле коучинг. И я буду давать на курсе руководителей структурного подразделения огромное количество инструментарий именно из коучингового подхода, тем более есть отдельный даже курс, где и автор, коучинговый подход в управлении людьми. Практическое большинство компаний, топ-20, если взять, из группы стандартный курс, да, S&P 500, крупнейшие компании Америки, да и по европейским сегментам, все компании, они используют коучинговый подход, потому что там уже профессионалы, там не новички работают. Что еще важно в высокую поддержку? Это решение проблем. Для любого подчиненного тоже важен такой момент, что когда у него что-то происходит, руководитель может, поможет ему решить какую-то проблему. При этом тут, знаете, какой секрет? Есть такая фраза, она, конечно, не очень литературная, но зато она запоминается. «Сделал дело про кукарекой». Это про что? Если вы помогли, особенно в том, что, в общем-то, должен подчиненный был сделать сам, но при этом вы потратили время и помогли, обязательно нужно брать обратную связь. Далеко не все воспитаны. И получается, что руководитель еще и воспитательную роль такую порой играет. Вот помог в чем-то. Вопрос. Как вас зовут? Светлана. Я вам помогла? Ну, например, в чем-то. Вы у меня попросили помощи. Я вам помогла? И я в своей практике сталкивалась, знаете, с чем? С тем, что один из подчиненных, ну, по большей части, говорю, да, Елена Александровна, да, помогли, спасибо. А вот один раз я попала в такую ситуацию, что, глядя мне в глаза, человек говорит, я правильно понимаю, что вы мне хотите сказать, чтобы я вам сказала спасибо? Но ведь это ваша работа. Вот на тот момент я как раз поняла о том, что если подчиненный не чувствует в вас ценности, то что вы ему плюсом преподносите, он вас считает просто как мебель, извините, как ненужное звено, и нет никакой ценности. Это очень плохо. Нужно над собой дальше работать. И очень хорошо, когда появляются такие подчиненные, я вот каждый раз спасибо говорю, там, Вселенной, Богу, кто во что верит, когда мне попадаются такие люди, и ты понимаешь, что есть еще куда развиваться. Слушай, а вот с этим ты никогда не сталкивался. Что еще? Это эффективность встречи один на один. И на 10 модуле я говорю, я показываю даже, не просто говорю, я показываю этот инструмент. Дело в том, что встречу один на один многие компании пытаются внедрить. Дело в том, что нет вообще никакой литературы, поскольку это такая секретная технология, секретная с точки зрения как инструментария управления. Причем в встречу один на один входят как раз весь инструментарий, который мы проходим в курсе руководительства и структурного разделения, 10 модулей. И вот почему делаю это все именно на 10 модуле, потому что мы за 9 модулей проходим весь инструментарий руководителя. И всегда мне такой вопрос мои слушатели задают. Елена Александровна, а как же теперь это все не забыть? Портфель большой, как же все вот эти инструменты не забыть? И поэтому я показываю встречу один на один. Вот прямо на 10 модуле играем в ролевую игру. То есть выбираем из аудитории. Обычно жеребьевка идет, какие-то спички ломают и так далее, потому что многие хотят попасть, чтобы я провожу встречу один на один. В реале вы получите этот инструмент, вы получите протокол, поскольку это все протоколируется. И это технологии, которые используют такие компании, как Microsoft, IBM, Apple и так далее. То есть это инструмент, который практикуют все компании, которые входят в топ-20 компаний мира. Это, кстати, тоже коучинговый инструмент. Пирамиды логических уровней в основу положено, поэтому вот такие вещи вряд ли вы узнавали в институте. Там этого не требуется. Что еще от руководителя требуется? Это руководство и лидерство, то есть трансляция лидерства. Вот если сложные моменты, не уходить в кусты, а именно показывать о том, что ребята, все пойдем за мной, и, соответственно, там будет все хорошо. Конечно, мотивация. И это тоже в поддержку от них входит. Без поддержки никуда. То есть не просто мотивация. Вот там премию дали, и все, и хорошо. А просто словами. Реально словами. Реально вашей коммуникацией. Причем обычно ошибка такова любого руководителя в мотивации сотрудников, что мотивацию меряют по себе. Если сам руководитель, например, мотивирован на карьерный рост, то он пытается всех говорить, ребята, ну вы будете хорошо работать, будете расти в карьере. Но не для всех нужна эта карьера. Для некоторых это вообще самый страшный страх. Боже мой, только не нужно. И вы представляете, что происходит в голове у человека? Например, у вас хороший, талантливый исполнитель. И вы его начинаете, а вы сами как карьерист. И вы начинаете его мотивировать. Светлана, будешь хорошо работать, давай, давай, вот это вот сделаешь. И тогда я на мое место, я сейчас ищу ставленника. А Светлана, самый страшный страх, например, стать руководителем. Что будет делать Светлана? Она скажет, чур меня, не нужно мне это, буду лучше, хуже работать, чтобы меня ни в коем случае не поставили начальником. У меня сейчас подруга, вот в такой вот ситуации. То есть она прекрасный работник, а ее начальница собирается там скоро на пенсию. И вот она приходит и ей говорит, слушай, ты уже давно работаешь, ты хорошо работаешь, и поэтому через там, давай сейчас учиться, там, поедешь на курсы и так далее и тому подобное, и там через годик как раз станешь руководителем. Она мне звонит и прям вот страшным голосом говорит, Лен, что мне такое сделать, чтобы только не поставили меня начальником? И когда я задала вопрос, а ты сказала о том, что ты не хочешь быть начальником? Она говорит, нет, я боюсь. И при этом получается, что она сейчас саботирует. Просто саботирует работу, то есть она умышленно получается на автомате из-за страха, она работает хуже, начальница ее ругает и говорит, как же так, я же хочу, чтобы ты вот на мое место, а ты сейчас вот хуже работаешь, давай справляйся. Она не справляется, просто не справляется. И так будет происходить, пока эта начальница не переключится на кого-то другого. Поэтому, пожалуйста, не мотивируйте людей тем, что вас мотивирует, потому что у них может оказаться совершенно другая мотивация. Для чего мы это делаем? Высокая поддержка, для подчиненного важно признание. И когда мы даем обратную связь, мотивацию в том числе, мы признаем человека, признаем его какие-то показатели. Для подчиненного тоже в высокую поддержку входит это планы развития. Во всех западных компаниях, да и в русских крупных компаниях, есть такое понятие, как индивидуальный план развития, ИПР. И вот там и написано, да, кем человек хочет, это все рассчитывается, какое обучение и так далее. Кстати, вот встреча один на один, сам протокол, это входит в этот индивидуальный план развития. Я тоже на курсе об этом много времени уделяю. Развитие карьеры, ну, как вытекающее из плана развития. Ну, конечно, командная работа, потому что это входит в высокую поддержку, даже если ваши сотрудники разрознены, так как у меня в бизнесе, да, то есть они разрознены, там, очень филиалы по стране, и они как-то должны коммуницировать. И знаете, как действительно каждый филиал по-своему, при этом, когда делаешь мероприятие, какую-то командную работу, да, вот это позволяет, какую-то конференцию, например, делаем сейчас вот в Екатеринбурге, там, послезавтра конференция. И как включились все города, как они помогают друг другу, и это тоже высокая поддержка. То есть я как руководитель позволила, организовала это все таким образом, что люди могут работать в команде, несмотря на то, что они находятся друг от друга очень далеко. Что же такое высокая требовательность? Какие действия руководителя? Это четкие стандарты. Вот ответьте себе на вопрос, вообще есть у вас четкие стандарты? Стандарты есть. Хорошо, а если вы не выполнили эти стандарты, ну, или кто-то не выполнил, какие последствия? Задача не выполнится. Вот тоже такой секрет. Если у вас нет последствий, четко прописанных, да, то есть в регламенте, то тогда у вас нет стандарта. Потому что если... Что значит стандарт? К примеру, я сейчас беру такую базовую вещь, то, что каждый поймет. Например, стандарт приходить к определенному времени на работу. Да, вот четкий стандарт. И, соответственно, есть определенный приказ, в котором написано, например, что все работают с 10 часов. Все. Без исключения. И если человек опоздал, есть последствия. Например, первый раз опоздал, там, предупреждение. И это делается по компании. Делается приказом. Второй раз опоздал, или там, в зависимости минуты, как и считаются. Второй раз опоздал, например, выговор, или еще что-то, или какой-то штраф. То есть в каждой компании свое. Но вот если независимо от регалий персонала делается это единым фронтом, последствия, тогда мы можем говорить, что есть четкие стандарты. Если этого нет, то нет. Я имею в виду стандарты, вот конкретно сейчас взятые, да, в примере по приходу на работу. То есть это может быть стандарт в дедлайне каком-то. То есть если не выполнили какой-то проект к определенному сроку, какие последствия? И люди об этом должны знать заранее. Не постфактум, а заранее. Это такая мотивация от. Тоже будем в курсе говорить, что есть мотивация к, когда морковка спереди, да, и когда наоборот, когда мотивация от. Что еще? Четкие цели и задачи. Что значит четкие цели и задачи? Прям буду провоцировать на курсе, уж готовьтесь, кто придет, умеете ли вы ставить четкие цели и задачи. Практика такова, что приходят даже руководители высшего звена на курс руководитель структурного подразделения и ловятся в этом кейсе. Кейс не буду раскрывать, это секрет. Как придете, узнаете. На самом деле очень забавно наблюдать. И многие сидят и говорят, да, я-то думал, что вот я умею ставить четкие цели и задачи. Это входит как раз в высокую требовательность. Что еще важно? Четко следовать у меня следование согласованным действием. Вы знаете, когда руководитель слишком ветреный, когда у него много идей, с одной стороны, очень хорошо, с другой стороны, это очень плохо для подчиненных. Когда с утра мы бежим направо, в обед мы бежим налево, например, вечером там еще куда-нибудь бежим или вообще не бежим. Поэтому если вы уж на планерке или там в какой-то автоматизированной системе приняли решение, что вот Иванов, Петров, Сидоров и так далее отвечают за пункт А, Б, В, Ц, то коней на переправе не меняют. Если это не форс-мажор. Понятно, что при форс-мажоре это уже некая другая ситуация. Ответственность за процесс и за результат. Когда мы умеем, помните, началась сегодняшний вебинар с делегирования, да, вот эта вот ответственность за процесс и результат, когда руководитель требует определенную ответственность подчиненную. Очень часто навешиваются обезьяны, ну, так называемые обезьяны, которые подчиненные говорят, мы за процесс и за результат руководитель отвечают. Он же руководитель, муж за это деньги платит. И это ошибочно. Когда у человека, у подчиненного нет ответственности за результат, когда вы ему это никаким образом не транслируете, вы получаете как раз вот эту внеурочную работу как руководитель и остаетесь после шести, семи и так далее. Я только вчера оставила эксперимент с одним из руководителей, который обратился ко мне и говорит, Елена Александровна, вот помогите мне написать рабочий день, описать. Я вообще ничего не успеваю, я работаю шесть дней в неделю с восьми утра до десяти вечера, я не вижу свою семью и вот все уже плохо, так дело дойдет до развода. Парадок знаете какой? Я с ним в общем и целом мы где-то часа полтора беседовали, за эти полтора часа мы составили просто план на неделю, структурировали те, ну, например, как пример вам скажу, когда люди приходят и каждый раз ему задают вопрос, а как лучше, вот так сделать или вот так, а как лучше, вот так и вот так. И когда мы расписали его день, вот какой у него обычно, оказалось, что его бесконечно дергают подчиненные, бесконечно дергают, да, вот такой прерыватель, он говорит, я не могу сконцентрироваться, ни на планировали, ни на контроле, ни постоянно дергают, бесконечно дверь открывается, что-то у меня спрашивают. Это типичная, кстати, ошибка руководителя, когда за процесс люди отвечают, но за результат нет. И, ну, знаете, действительно все просто. Знаете, какой здесь секрет? Вот приходит к вам подчиненный и говорит, а как лучше, вот так или вот так? Вы же руководитель, да, иногда прям манипулируют, вы же руководитель, поэтому вот прими решение. Секрет такой. Пришел к вам такой подчиненный, говорит, так или так, вы задаете вопрос. Скажи, пожалуйста, вот сейчас ты мне два варианта. Я тебя попрошу зайти ко мне через полчаса, через полчаса у вас запланированное время на общение с вашими сотрудниками в планинге. Мы будем в курсе говорить, как вот лучше спланировать рабочий день. И я сейчас попрошу, ну, допустим, Светлана, да, вот вы пришли ко мне, спрашиваете, Светлана, через полчаса я вас жду, а сейчас, пока за эти полчаса, напишите три варианта решения этого вопроса. Вот не два, а три. И по каждому из этих трех вариантов плюсы и минусы. Аналитику. Смотрите, через полчаса я вас жду. В моей практике это выглядит так. Светлана, там, Николай и так далее, через полчаса они приходят. Потому что, когда они напишут три варианта, всегда тяжело между двух выбрать, да, когда у них расширяется вот эта программа, угол зрения, что эту проблематику можно еще решить вот так, мне нужно прийти доказать, не я буду аналитику собирать, какое принять решение, такое или такое, а сам исполнитель, потому что это его фронт работы, это его ответственность. И здесь чудесным образом, через полчаса Светлана не приходит. Звоню Светлане, говорю, Светлана, вы же хотели зайти там, прояснить. Обычно говорят, да все, все, я уже поняла, как делать. Спасибо, все, я уже сделал. Конечно, новички, они приходят, но те, кто новые сотрудники, понятно, они принесут аналитику, они придут, но они и будут вас прерывать. Они придут тогда, когда вы им сказали. Это архиважно. Вот эти прерыватели, вот это вот бесконечно, когда руководитель вместе с своими исполнителями, как белочка, бежит, 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 бежит в колесе, ну нет возможности даже вылезти из этого колеса и подумать. И вы знаете, очень хорошо, прям выключить свои телефоны. Говорю, окунитесь сейчас вот в ту информацию, которую мы говорим. Вы знаете, парадоксально, меняется уже прям с этого же дня. Люди перестраивают свой рабочий день, люди перекраивают разговор с подчиненными, люди, действительно, я сейчас о руководителях говорю, которые понимают, что если они будут следовать в принципе, я буду делать, как это делали до меня, не всегда работает. Один из, кто-то из великих сказал, признак сумасшествия, если ты делаешь одно и то же, нужно делать другого результата. Так вот, если вы хотите другого результата, вам нужно делать нечто другое. Расширение задач, это тоже в требовательности. Часто так бывает, что у вас очень компетентный сотрудник, очень-очень, и он уже в тот фронт работы, который раньше делал за 8 часов, выполняет за 6, и у него 2 часа свободного времени. И если вы не будете требовать с него работать 8 часов, за которые платят ему деньги, то обычно этого человека впоследствии теряешь. А еще это часто, как раковая опухоль, распространяется на всех тех, кто находится рядом с этим человеком. Поэтому ваша задача, как руководители, расширять задачи людей, если они уже справляются с тем фронтом работы, за короткий срок, за более короткий срок. Это нужно отслеживать. Управление продуктивностью. У нас, к сожалению, в Российской Федерации это какой-то бич, наверное, по поводу продуктивности, по поводу эффективности, что никто этим не управляет, никто не считает KPI. И даже если они есть, то какие-то очень странные. То есть вот сколько бы я не спрашивала людей, какие есть KPI, от чего зависит премии на эти KPI, мало кто вразумительно ответ дает. Очень мало. Поэтому нужно это просто отслеживать. Если вы хотите управлять чем-то, вы должны это отслеживать. Опять же, пример приведу на детях. Вот если вы отслеживаете каждый день оценки в дневнике, знаете, парадоксальным образом они улучшаются. Даже если вы ничего больше не делаете. Вы просто каждую вещь проверяете в дневнике. Потому что вы на это обращаете внимание. Помните, о чем я говорила? Когда тебе безразлично, человеку тоже становиться безразличным. А когда ты на это смотришь, то есть, а если я буду упирать и говорить, что, например, эффективность у меня измеряется, у меня в моей компании измеряется KPI, у нас все очень четко по KPI выстроено. И какой у тебя KPI? У меня был там 10, ну, например, продаженки, да, там из 10 звонков одна назначенная встреча. Хорошо, а еще через неделю опять спрашиваем, смотрю на KPI. Какой сейчас KPI? Девять к одному. Это же здорово. То есть, он уже на один пункт улучшился. Есть за что похвалить? Да он сам себя похвалит, он уже лучше, у него навыки улучшились, а потом раз через неделю у него семь к одному. Вау! И ты видишь, как человек, насколько он эффективнее. А потом раз еще, да, когда ты потом сравниваешь один месяц с другим. А какой у тебя был KPI в первый месяц? Да там 10 к одному, а сейчас 5 к одному. Слушайте, вот оно счастье. Вот оно приводить людей к успеху. Когда ты действительно на это обращаешь внимание, просто задумайтесь о том, что я сейчас говорю. Для чего это все делается? Для того, чтобы мы могли оценивать людей. Да, именно оценивать так объективно. Да, то есть те же KPI, например, четкие цели и задачи для того, чтобы давать объективную оценку. Когда мы последовательны в своей оценке, когда мы можем проявить какую-то справедливость, планировать действия, соответственно, из этого и заключать соглашение. Высокой требовательности это, знаете, когда подроспись. Это я встреча один на один, протокол один на один, подписываюсь с двух сторон. Хотя это такой формальный документ. Знаете, волшебно, волшебство, правда происходит. Когда человек берет, подписывает, особенно кто юридическое образование имеет, они реально к этому относят, высокая ответственность. Мы запланировали там какие-то действия на следующей неделе. И ставя роспись каждую неделю, люди совершенно по-другому относятся к целям и задачам. Совершенно по-другому. Поверьте мне, есть чем сравнивать. Встречу один на один я веду уже на протяжении 12 лет. Можно? Итак, каков же цикл, завершение, цикл работы персонала и нужно ли менять наш стиль управления? И какие стили управления? Те, которые мы обычно знаем. Итак, цикл работы персонала хочу показать на уровне активности и результативности. Ну, что нас еще интересует? Какова активность у человека и результативность? Итак, давайте смотреть. Вот, когда только-только человек приходит на работу, даже если у него высокие компетенции, он у нас в состоянии ребенка, у него активность будет высокая, но результативность еще низкая. То есть, никогда человек, который работает первую неделю, даже если он суперпрофессионал, мы не можем его сравнивать с человеком, который уже работает, например, на этом предприятии, на этом месте даже год. Почему? Потому что в любом случае смена работы, смена работодателя это стресс. И человеку, чтобы приступить к своим непосредственным обязанностям, ему нужно прокоммуницировать, найти какие-то регламенты, активность очень высокая, та, которая еще не приводит к результативности. И вот здесь стиль управления только авторитарный. Мы с молодыми сотрудниками, молодые не в смысле возраста, молодые в смысле работы на предприятии, только авторитарность в управлении. Что есть авторитаризм? Именно о чем я говорю? Это о том, что все дети в состоянии вот этого ребенка должны работать по той инструкции, которую вы дадите. тренинг проводим, то есть показываем. Вот здесь у меня есть такая фраза «команды думать не было». То есть если это человек, который у меня находится там на первый месяц работы, мне все их фантазии вообще мало сейчас интересны в этом периоде. Вот когда он перейдет в следующую стадию, тогда поговорим. То есть архиважно, чтобы в самом начале ваш человек прошел испытательный срок. Так? У всех есть три месяца. И вот я этот как раз срок и обозначаю как ребенок. Когда активность высокая, результативность еще не та, которая нам нужна. Обычно на испытательный срок меньше ставят даже какие-то нормативы. Но если ребенок, вы за ним следили и проявляли как раз хорошую поддержку, высокую, высокую требовательность, то он переходит в состояние звезды. когда активность высокая и результативность высокая. И вот со звездой авторитаризмом мы не можем управлять, потому что это звезда. Если мы будем говорить, ты работай вот так по инструкциям, звезда будет обижаться и уйдет в другую компанию. По большей части именно так. Потому что звезде не просто важно, чтобы ее хвалили, а признание, раз это звезда, там уже есть высокие компетенции, высокие результаты. И вот здесь как раз встает вопрос, какую добавочную стоимость мы можем нести, ну то есть если ребенку понятно, мы показываем, мы рассказываем, как работать, и он нас ценит за это, да, или подчиненный как руководителя, то какую добавочную стоимость мы как руководитель можем приносить, когда у нас подчиненная звезда. Вот как раз здесь коучинговый подход. Вот здесь мы только можем в роли наставника какого-то быть, да, в каком-то вопросе. И то, опять же, наставник – это тоже человек, который передает какой-то опыт. А вот как коуч, как руководитель, который методологию коучинга принесет, то вот здесь совсем по-другому. Здесь действительно ты можешь управлять людьми, помогать им развиваться, при этом не с помощью каких-то передач компетенций и знаний. Важный момент. Если не делать высокую поддержку звезде, то она тоже стихает. Очень часто у нас руководители обращают внимание только на самых отстающих, а на звезд, но они же и так хорошо работают, зачем их трогать? Конечно, если мы их не трогаем, то они превращаются в динозавра. А динозавров, как помните, они вымерли. Помните? Что происходит? Дело в том, что динозавр – это человек, у которого результат еще высокий, он по инерции еще высокий результат, а вот активность низкая. И помните, на предыдущем слайде я говорил про расширение полномочий. То есть это человек, который все свои дела рабочие, да, все весь тот результат начинает делать не за 8 часов, а, например, за 6 или за 4. У него высвобождается огромное количество времени, то есть у него падает активность, и, соответственно, он занимается уже какими-то другими делами. Какими другими делами он может заниматься? Ну, например, разместить резюме на HeadHunter или SuperJob, поковырять, ну, есть на это время. Да, он делает ИБД – имитация бурной деятельности. Но при этом, как сотрудника, вы его уже теряете. И вот здесь еще тоже коучинговый подход, причем решение вот этих проблем человека, то есть нужно расширить свои, расширить человеку какие-то задания, помочь ему все-таки занять это время. Но вы должны тогда понимать его фотографию рабочего дня, например. Почему вы решили, что он уже динозавр? Может быть, вы ошибаетесь, может быть, это звезда. И я могу сказать, что без обид, если человек, это мои наблюдения, если человек, работая в статусе сейчас, работаю, но разместился на резюме на HeadHunter или SuperJob и так далее, он уже в состоянии динозавра. Причем это не его вина. Это вина его руководителя. Поэтому вот после сегодняшнего вебинара я надеюсь, что вы как-то проанализируете своих сотрудников, посмотрите, кто есть кто. Если мы ничего с динозавром не делаем, то он переходит в состояние весельца. Но это уже все. Результатов нет, активности нет, результатов нет. Они тут начинают болеть, психосоматика начинает срабатывать, то горло, то дети какие-то, то трубу прорвало. Знаете, 33 несчастья. Я надеюсь, что часто с этим не сталкиваетесь, но так или иначе. Причем обратите внимание, что вот этот цикл только по часовой стрелке. Дело в том, что из динозавра назад в звезду нельзя. Из динозавра можно только опять через ребенка. Веселица – это знаете о чем? Когда делаешь последнее китайское предупреждение, например, делаешь, как у меня говорят, черную метку, даешь человеку и, соответственно, обозначаешь, что если человек сейчас не включится в работу, опять же нам нужно включить авторитарный стиль управления, то есть мы меняем стиль управления и говорим о том, что ты должен, соответственно, работать все 8 часов, приносить определенную пользу, определенный результат, и только в этом случае ты останешься. Но тут уже в состоянии ребенка, если это бывшая звезда, он, конечно, будет недолго. Сразу могу сказать, что это обычно неделя. То есть неделя тотального контроля, тотального, просто тотального. И здесь два варианта, знаете, где-то, наверное, 50 на 50. Если вовремя обратили внимание динозавра, то часть все-таки останутся в веселице, то есть они не смогут. То есть настолько человек, знаете, когда бывший спортсмен, когда-то он бегал хорошо, продуктивно, но давно не занимался спортом. И попробуйте заставить его вдруг быстро бегать. Совершенно не показатель, что он вообще побежит. Он там через 500 метров, даже если он раньше бегал 50 километров, через 500 метров он скажет, все, я не могу, и все, этот спорт – это не мое. То есть, соответственно, вы расстанетесь с человеком. Либо человек скажет, да, может, 50 километров сейчас не добегу, но я начал получать драйв от этого. Я вспомню, мышцы начали болеть, да, я помню вот эту атмосферу успеха, когда я был первым и так далее. И тут важно, опять же, высокую требовательность и транслировать, да, и высокую поддержку. Что я в тебя верю, это обязательно нужно транслировать. Я в тебя верю, я знаю, что ты это сможешь сделать, и тогда вы спасете этого человека. Ну, с точки зрения для вашей компании. То есть, по стилю управления мы его меняем в зависимости от того, что за человек у нас, да, на каком этапе он у нас в компании, и в зависимости от того, что нам нужно сделать с этим человеком. Да. Итак, я бы хотела подвести некие итоги. Вот какие выводы вы для себя сделали, да, исходя из той темы, о которой вы говорили? Для чего вам не хватает для баланса? И какой самый простой шаг вы готовы сделать в ближайшие 72 часа? Вот пока вы думаете над этими вопросами, да, я хочу сказать, что руководитель структурного подразделения «Корс», да, он состоит из 10 модулей. Это сама работа руководителя, погружение в науку. Это про коммуникации у нас будет, про левые игры в том числе. Это целый модуль про мотивации людей. Мы будем говорить про поиск-отбор, не как HR, да, вот именно как руководителя, да, например, как провести итоговое собеседование быстро, за 15 минут, я даю там уникальную технологию, которая позволит вам за 15 минут принять управленческое решение, брать вам этого человека или не брать. Тоже очень важно. Как создавать эффективные команды? То есть какие есть инструменты в этом моменте? Про тайм-менеджмент и делегирование тоже целый отдельный блок. Что еще? Вот касаемо там конфликтов, почему они возникают, как разруливать эти конфликты с людьми? Как принимать верные решения? Тоже практически в каждом модуле, вот лично у меня, будут такие подарки слушателям, именно коучинговые инструменты, которые мало где транслируются, да, и у вас это будет в вашем арсенале. Ну и, конечно, про организационные культуры, про качество, и, как я обещала, что слушатели на 10-м модуле я показываю встречу один на один, после которой вы сможете объединить как раз все те навыки, все те знания, да, и употреблять это для вашей ежедневной работы. И, в общем-то, как вы можете попасть на этот курс, ссылочка в центр специалист, да, руководитель структурного подразделения, телефон сейчас у вас объективно на экране написан. Разные, кстати, формы обучения вы можете использовать. Это могут быть очные, там, выходные дни, да, более такой интенсив. Либо это будние вечера обычно у нас, это с 18.30 до 21.30 происходит. Либо есть формат очно-заочных. Тоже, кстати, очень удобная форма, когда, например, вы не можете, вы привязаны как-то к работе или там, ну, есть записи вебинаров, и у нас есть консультации, соответственно, вы можете задавать вопросы, практику мы обычно делаем на консультациях. Ну, и вообще посредством вебинара, то есть если вы даже находитесь далеко, не в Москве, ну, или даже в Москве, но нет возможности приезжать, вы можете все это пройти через, посредством вебинара, да. И, конечно, наш центр специалист имеет руководителей, вернее, преподавателей, действующих руководителей, то есть те, кто ведет этот курс, включая меня, руководители, все практики, поэтому в курсе огромное количество кейсов, огромное количество примеров реальных, да, из жизни. Ну, и, соответственно, это такой интерактив, когда вы можете, в общем-то, задать их и в режиме онлайн получить ответ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова